Сейчас вот смотрите, мы анализируем, ну мы тоже немножко мониторим цены, что происходит в сельской местности, что в сетях происходит, да? То есть сейчас немножко идет снижение цен где-то в какие-то позиции? Или она стабильно стоит? Есть какое-то снижение? Снижение некоторое есть. Это именно тогда, когда сейчас вот с молоком более-менее начинают рентгензироваться, потому что как только произошла эмбата, да? Соответственно, спрос не молокона сырой, а он возрос, потому что нужно было ездить и позволить, и с чего-то делать. Да, 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 и цена поднималась, да? Ну, потому что некоторые поставщики, они все равно упаковку, они закрывают экономику. Соответственно, она привязана к валютам, ну вот, ну тут от этого никогда не идет, и не наша вина, но и на поставщиках, и производители. Так сложилось. Вот, но все равно, тем не менее, сети, они направлены на то, что мы держим, то есть цены. И это первоочередная задача, потому что если мы не будем никак, мы будем работать только на свою прибыль, на то, что мы нашли, то, конечно, это не полезно. Вот, а поскольку компания огромная, да, и необходимые обороты, мы где-то пренебрегаем, может, чистой прибылью, и на некоторой позиции мы делаем. Это отрицательно, но делаем из-за того, чтобы как-то придется. А как вам, да, а как вам, да, ваше мнение, вот, допустим, мы тоже понять не можем, это ваш бизнес профессиональный уже, да, вот поднятие цен на муку, допустим, на 50, на 60 процентов произошли. Ну, мука, у нас, вот, сети мы смотрим. У нас, на нашей сети такого нет, у нас даже есть позиции муки, которые мы сдерживаем цену, у нас есть на режиме 2 года, эта мука у нас стоит 19 рублей, это не схода же. У нас вообще есть ряд товаров, наша компания экономит такую социальную компанию для того, чтобы на ряд товаров социально значимых у нас сдерживается на соли, на муку, на хлеб, на соки, на молоко. Но, к сожалению, у нас на данный момент, сейчас я не могу вам это молоко показать, потому что муку в огромных количествах нам поставщик не может такие объемы обеспечить. То есть оно улетает, скажем так? Да, у нас логистика долгая, поэтому там возят, у нас в неделю 2 раза в год. Ну, то есть там, где нету составляющей валюти, упаковка, какая-то логистика, что-то еще, где не задействованы, скажем так, ни евро, ни доллар, то, в принципе, эти группы товаров, они у нас стабильные сейчас, да, стабильные. А там, где наши производители вынуждены покупать упаковку за границей, ну и что-то еще, ингредиенты, может быть, какие-то, добавки какие-то и все прочее. То есть здесь мы видим рост цен, и это, к сожалению, вот... Так вот, такой вот прямо совсем большой, я не скажу, конечно, вот на овощи, на фрукты будет значительно значительно значительно. Конечно же, есть проблема с цен на рынке. Средний на цене, да. Средний чистый прибыль в магазине 10-11%. Ну, это минимальная прибыль прибыль. Это минимальная, потому как нужно... у нас достаточно много народа работает, и люди необходимые держат зарплату. Они хотят, чтобы их помешали. Ну, потому что все живем в одинаково. А сколько сегодня в магазине работает у вас? 70 человек. 70 человек. Прилечный. Не снизился? Ну, тонны гречки, тонны муки, тонны... Снизился. Да, ну, это обычно, что у нас очень много стилей. Да, много. Значит, на стиле количество такового греческого... Да, уже слишком много, мы это понимаем, но, к сожалению, не везде можем регулировать. С одной стороны, с другой стороны, это плюс нашему населению. Есть большая конкуренция, и при этой конкуренции, в общем-то, сегодня, давайте так рассуждать откровенно. У нас сегодня, ну, мощные сети. Индисепп, на самом деле, Индисепп сегодня отличается тем, что у нас очень много сетей ведут. У нас же и ОК, и Магнит, и СПА, и Верный, и Пятерочка, и Семья. Ну, кого я просто не назвал еще? Все. Вот это шесть крупных сетей сегодня торгуют. Некоторые сети... Ну, Дикси есть у них? Дикси. Ну, некоторые сети, я знаю, это Палушка была, они ушли из города, допустим. Но, тем не менее, семь сетей, как минимум, сегодня работают для того, что Индисепп смогли покупать в магазинах, ну, скажем так, товар по реальным ценам, продукты питания по реальным ценам. Это очень важно, и вот, общаясь с людьми, мы увидим, что некоторые приходят в ОК, взяли именно какие-то, все знают, люди, акции какие-то, взяли какие-то группы продуктов, которые именно дешевлены в ОК, и тут же пошли сеточка в магазин, какой-то другой, магнит или пятерочка. Там другие продукты, которые в ОК, допустим, если сравнивать, а такие чуть дороже, они покупают там. Тем самым, в принципе, да, потребительская корзина, которая была у нас, ну, до событий, связанных с курсом валют, она, ее можно где-то сдержать, ну, не на таком увеличении, как говорят сегодня, в два раза подорожало, там, 50%, 70%. Если, в принципе, вот, пройтись по некоторым магазинам, на то надо просто время, то, ну, наше старшее поколение это время имеет, это пенсионеры, вот, да, кто работает, конечно, такого времени нет, надо залететь в магазин, набраться и бежать домой, потому что надо готовить ужин, вот, еще что-то, чтобы до завтра досталось. Поэтому мы хотели бы вам пожелать, чтобы вы имели возможность регулировать цены, сдерживать, чтобы все-таки эти десекции понимали, что вот и местная муниципальная власть, и торговые сети сегодня находятся в диалоге, чтобы они не думали, что мы все отошли в сторону, вы зарабатываете только по прибыль, нам как будто все равно, нам не все равно. И все тоже поменяли уже страны, другие стали поставщики, да? И эти, яблоков и сортов тоже много. А вот груша, например, откуда сейчас идет? А груша идет там, что слоя нет? Даже не раньше. Так быстро груша уже не растет. Азербайджан что-то есть? Азербайджан? Нету, да. А вот допустим, ну, если взять, ну, в Израиле понятно. А наш, как, даджидистка, Узбекистан, просто логистика не позволяет, да, наверное, далеко? Я думаю, что у них есть суть, за это, если уж и в Чили везло, людей, которые не может переносить, но он не получил. По рыбе у вас можно не сказать, что прям уж что-то отличается с тем времен. С тем времен. Да, да, да. Да, да. А поставщики мяса кто у вас? Да, да. Хорошо. Получит, потому что когда внутри, есть конкурсия, люди работают, есть предприятие Немо, все это и стало подняло, и качество, и линейка хорошая. Вот это то, что вы делаете, вот это крыло, это все ваше ресторан. Да, да. Ну, вот, смотрите, вот мука у нас, да, у нас все это смороженное, все это было. Мука пшеничная, 15,90. В принципе, по цене, как было до всех наших событий, конкуренция, которая создана в городе Кингисеппель, с одной стороны, негативно, в общем-то, влияет на добавленную стоимость. В каждой сети они зарабатывают меньше, чем могли бы зарабатывать, если бы не могли бы. А с другой стороны, они очень, в общем-то, положительно для жителей Кингисеппельского района, города Кингисеппель. Поэтому это хороший фактор, что у нас, потому что нас многие критиковали, но не все понимают, что власть не везде могла регулировать приход сетевиков, уже внутри его наполнения сетями, но не можем регулировать. Поэтому как-то были высказывания, что очень много там было сетей Кингисеппель, а сегодня, когда пришло тяжелое время, оказалось, что это положительный фактор, что сетей много, то есть выбор, в общем-то, корзину свою можно собрать достаточно по приемлемой цене. Это очень важно. С ваших, с первых уст услышать, и от продавцов, как сегодня с ценами на мероприятие? На мероприятиях, значит, довольно, скажем, приемлемые цены. В основном работают индивидуальные предприниматели, 73 фермера. Сколько у вас здесь максимально работают фермеры? Понимаете, сколько точек в Ангаре? Точек 25. 25 точек? Четыре фермера. Два фермера работают в субботу-воскресенье, да. Один фермер, так, раз, два. Да, два фермера работают в субботу-воскресенье, один фермер, он сегодня, это самое, он ежедневно работает. Но у него хозяйство большое, это самое. Поэтому есть кому из-за хозяйства следить, и здесь есть кому. Цены какие? Милые мои виды. А сколько до кризиса было? Ну, намного дешевле было. Насколько? Ну, вы же покупали. Покупала. Я покупала по 200 рублей, по 150, да. А сейчас подняете цены? А вы вот продаете, вот на сколько цена мяса увеличилась? Допустим, свинина? У нас даже дешевле, чем мы. Да, мы сейчас были в ОК. Сколько у вас свинина? Тут средняя цена. У нас эти 120, и 250, и 200. Ну, зависит от части. Да. То есть, способность зараженность упала, да? С учетом комплексной всей ситуации. Да. А намного, как, ваше ощущение, насколько упала способность? Ну, не знаю. Объем можно? По моменту чуть поменьше. 15-20? Чуть побольше. Все зависит от того. Мы зависим от людей. Единственное, что сегодня вот эта корзина вся стала дороже. Понимайте, выявляйте, где спекулируют. Я на нас прохитилирую. Спекулирует производитель, если он резко поднимает, да? Почему он резко поднимает? Потому что поднялись комбикорма, может быть, еще что-то такое, да? То есть, мы должны всю цепочку видеть, как приходит товар, и эту цепочку мониторить, чтобы правильно отвечать людям. А где собака за руку, понимаете? Сегодня мы в Океи разговаривали. Только одна упаковка сколько занимает, она вся импортная. На импортном оборудовании упаковывается. Импортная упаковка и все остальное. Это упаковка по концовке. Наш продукт, наша же мука, российская, упакованная на импортном оборудовании, с импортными запчастями, она до 30% от нас за дороже. Потому что это все стоит в валюте. У меня своя позиция 400%. А почему я не могу? Для инвокса и конечки. Для инвокса и конечки. Для инвекции в очереди. Да, для 500. Мы же, причем пришел, просим подешевле. Бесправленные, это ж не магазин. Смотрите, 250. Они знаете, как стоят. У вас внутри килограмма, ну еще стоят. Они видят 150? Да. Все. Значит, это... Не, ну они никогда это за 500 и не пытают. Это, ну, все берут. Что-то в том, что вот это все, сто рублей, кости 50. Ну, супчик свалить можно. Капуста есть, да. Кусочек сала взять можно. Цены ставят душой, на сердце. Народам просто денег нет. Вот мы ездим по сетям, сейчас смотрим, должны на корм-то ехать, чтобы понимать, что происходит сюда. Потому что идет волнение народа. А где собака завыта, мы понимаем. Цены не поднялись сильно на свинину, допустим, на корме. Я считаю, что это общая тенденция. И через неделю по городу даже, то поле упало, а упало на всю продукцию. Вот мы сейчас из Аккея. Это Аккея. Ну вот, уставленный магазин, упакованный магазин чистейший, с огромным ассортиментом продукции. Есть вот такие же, как до событий, скажем так, да, эти валютные, так все, что я знаю. То есть, но все равно люди стали на 30% меньше покупать. Практически так. Впечатление, что кто-то едит и не доедает, либо экономит такое? Не доедает, экономят, запасы какие-то есть. Больше мы нигде не можем продавать продукты. Ну, молочные. Для этого рынок и есть, понимаете. Надо еще людям донести, что на рынке товар всегда свежайший. Мы чем можем, будем помогать. Ну, это хорошая тенденция. Просто резкий был подъем цен, конечно. Мы сейчас смотрим везде, и в торговых сетях проехали, и в Мистумболе. Но где-то тенденция на снижение все-таки есть. Да, понемножку идет. Редактор субтитров А.Семкин